которые они взяли, это специфика каждой страны по-разному. Это правда, но это как бы в сторону от обсуждения. Поэтому сейчас система образования не ставит никакой задачи, никакого мышления. Это просто не нужно и опасно. Человек, который, видите ли, умеет думать, он плохо потребляет. Да ну вы же все. Я бы не сказал, что он плохо потребляет. Такая проблема есть, да. Я бы не сказал, что он плохо потребляет. Он потребляет качественные продукты. Он не абы что. Он понимает, что потребляет, для чего потребляет. Он залезает в бочку и сидит там часто. Потому что сама по себе идеология общества потребления, она неплохая. Она позволяет вообще, говоря, обществу двигаться вперед. Создавать новые технологии, новые материалы, ту же науку двигать. Ничего плохого здесь нет. И чем выше уровень образования составляющих этого общества, тем выше потенциал тех же ученых и тем востребований. Да, так сколько ученых процентов нужно для того, чтобы потенциал реализовать? Нельзя сколько. 5 процентов. В Америке. Остальные должны в Америке. Очень оптимистично. 5 процентов. В Америке в школах тоже не учат, не учат. Остальные должны потреблять. Там тоже учат потреблять. Но почему-то, извините меня, все стремятся в научные центры в Америке работать. Откуда это берет? Почему? Что у них такого, что все стремятся работать туда? Хотя в школе, в обычной школе, там учат их совершенно не это. Учат, как правильно выйти замуж. Как правильно обустроить свою комнату, как правильно заниматься сексом и как правильно строить семью. Вот это обычная школа. Документальный фильм, я не там смотрел. Я не был в Америке. А там, да, посередине в этой свиньи стояла преподаватель с эстетикой. То есть, преподаватель с химией, биологией не было, а преподаватель с эстетикой была. Есть канон, это для всех. Естественно, что отсюда нужно вырывать умные головы и отдельно с ними работать. Как в Америке, так и делаем. Что хочет вырывать, что хочет работать. По Америке, то есть, никто их не вырывает, не заставляет насильно. Не хочешь учиться? Нет, я имею в виду. Пожалуйста. Значит, не вырывать в смысле зубы рвать. А то, что действительно ищут, и предоставляют совершенно другую программу обучения. В смысле предоставления возможностей. Да, да. Возможностей есть всегда. Предоставление реализовать эти возможности. Ресурсы. Дать ресурсы для реализации этих возможностей. Почему-то там они есть, а у нас почему нет. А у нас нет потребности в этом. Нет потребности, да. А почему нет потребностей? Да потому что нет потребностей. А деградация. Да куда девать? Вот смотри, вот ты подготовил. А в Америке куда дев? Он там создает бизнес. Он там создает бизнес. А почему здесь не создает? А потому что здесь страна живет на нефтяной ленте, на нефтегазовой ленте. И вот здесь не нужно ничего производить. Здесь нужно продавать нефтегаз. Нет. Но это было некоторый период времени. Поэтому не надо так быстро сказать. Я-то начал как раз другого. То, что у тебя получалось образование, оно в любом случае неутилитарно, быть может быть, настоящее образование. То есть, если действительно речь поставить людям мышление, то оно неутилитарно. Ведь что может быть менее утилитарным, чем латынь и древнегреческий? Тем не менее, канон этого подразумевал. И он до сих пор подразумевает. Витальные люди так учатся. Ну да, да. Но все равно. Это мы говорим немножко о разных вещах. Как математика. Совершенно никому не нужна. Но был некий советский канон, когда люди пытались поставить мышление. Ну как, видно, вы имеете в виду, что мышление как совокупность вообще умственных способностей или дальше индивидуальной жизни этого человека. И, в принципе, если этой областью знаний поставили или это, или это, наверное, в принципе, не совсем важно. Важно, чтобы индивидуум соображал. Да, чтобы частота процессора была высокой. А? Да. Чтобы частота процессора была высокой. Ну, Игорь, все равно остается один простой практический вопрос. Вот ты научил их думать. И эти десятки, сотни тысяч умеющих думать людей дальше делают что? А им делать нечего. Ну им всегда нечего у них было делать. Нет, не скажите. Не скажите. А почему в Америке им есть что делать? А потому что существует... Почему в Китае им есть что делать? А почему нет, опять же, вопрос. Ну, видите... Вы, 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 вы постулируете такую такую вещь. За Америкой тоже не все однозначно. У нас нет инженеров, потому что им некуда приложить свои силы. А почему некуда приложить силы? Потому что у нас такая вот... Ну, речь не об инженеров. Да, чтобы замкнуть и круг. Да, совершенно верно. Ты же только что позавчера разговаривал с каким-то чином в СПМПУ. И там преподаватель, с другой стороны, это чин, тебе это чин, да? Женщина была. Ну, неважно, не суть. То есть, суть в том, что, грубо говоря... Говорила, что на ПМПУ выделили премии, там, в размере... Нет, не о премиях, ты о премиях. Это один из примеров. В результате чего деньги получили те, кто находятся в предпенсионном возрасте. Те, кто находятся наверху. Наверху и в предпенсионном возрасте. Ну, да. А молодые, перспективные преподаватели остались без ничего. Я не о том. Они готовы уходить, потому что они там не сильно не нужны. Я тебе о другом примере говорю, что там ситуация складывается в таком, что народ там учится, но они на самом деле, студенты, которые там большая часть, они не обучаемы, принципиально. Ну, вообще... Ну, на что, страна какая-то вообще 4-10-го мира, что ли? Да, так вот, кстати, дополнили... Санитарии, которые живут как бы по шаблону какой-то тюряги, еще и не обучаемые. Не обучаемые, реально. Это не страна, а просто непонятно что. Например, была. Я говорю, например, половина из группы... Ну, наверное, это не так все-таки. Половина из группы на ПМФО не получила за чем. Их не отчистили только потому, что в результате отчисления будут лишены финансирования. Нет, так... Все. Вот идеалом. Мы их не отчислим, потому что нам не дадут денег. Нет, можно привести кучу разных примеров. Это реальность. Это да, это не противоречит реальности. Но это не говорит о том, что, значит, вот целая страна или целая нация, или там этот временной период вот идет там так. Это не говорит об этом. Булат. Я согласен с Булат. Ну, как не этот самый, если в прошлом году вообще недобор был по студентам? То есть, просто уже не идут поступать в принципе. Ну, не знаю. Нам отметку МПУ. Ну, на самом деле, в каком-то смысле, естественная ситуация, правильно, что если нет спроса на таких специалистов, почему они должны производить? Зачем вкладывать для себя деньги, время и так далее? Их не производят. Ну, это же нормально, на самом деле, что это так? Нормально. Давайте сокращать. Подожди, было бы ненормально, если бы производили излишек каких-то там инженерных кадров, на них тратились деньги, финансирование, время, там, да, и они потом выходили бы и мне под обалдеваться. Как раз все, наоборот, утрясло более-менее нормально. И может быть, в конце концов, эти кадры, которые мы обучали, они уезжали назад, и получалось так, что мы вкладывали деньги в людей, государство вкладывало деньги, часы, время в этих людей. Да, мы. А потом они уезжали назад, и там, может, как бы, реализовывали то, что они положили. Да. Зачем нам это? Так и было. Не, наверное, нормально, что так. Может быть, какая-то ситуация как-нибудь выправится, и где-то что-то изменится. Да, 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 да. Пока нельзя. А не так надо говорить, что, на самом деле, почему-то с какого-то там вот это количество инженеров, это вот прям какое-то такое... Нет, не количество инженеров. Я считаю, что это не в инженерах, а то, что человек у тебя выходит не вот с некоторым такой, ну, с каноном, ну, вот это... Сейчас есть, на самом деле, если вы заметите, какая-то реакция есть, да, было опорное естественно-научное мышление, в принципе, в Советском Союзе, да? А сейчас, как бы, реакция идет, да, как бы, сейчас все больше и больше, мало того, что гуманитарий, еще как бы... Реакционно. Реакционно, да, да. Да, и в школе православие появляется, и даже у университетов появляется. Ну, не только. И называют это не консервативно, хотя, на самом деле, это реакционная ситуация. Пусть, нет, дело не в этом смысле. Есть, со своего рода, некая, урода, там... Реакционность. Можно реакционно сказать, можно сказать, как бы, возвратный, да, но, как бы, как всегда бывает полный, да, там, со временем, как бы, это все опять себя, как, проявить тем способом, что появятся люди, которые захотят опять что-нибудь понимать иным способом, да, то есть, опять возникнет надобность естественного научного мышления. Оно всегда так будет. Оно опять поднимется, и опять, наверное, вырастет. Но это должно быть естественным путем, а не навязанным государством, там, как-то, там, как-то, там, лидер может быть. Ну, речь идет не об естественном. Вот, в интерактивном институте СССР одной из этих проблем было, что Советский Союз никак не удается похоронить. То есть, тезис один из распространенных состоит в том, что не надо ничего придумывать, не надо никуда идти вперед, а надо взять и постараться восстановить то, что было в Советском Союзе. Что Советский Союз был хорош. А там, ну, это и на нынешнее время. Да, такая вот эта была ситуация. Это, как бы, она, скорее всего, вот эта позиция неверная. Но она неверна даже по причине того, что нет уже той науки. Последние 50-60 лет и сравнить с пред-60-50 лет. Просто день и ночь. Физика и наука вообще, физика, биология, химия. Ну, биология сейчас немножко получше, да. А физика застопорилась, все. И вообще нечего не делать. Да. Ну, вот это, ну, речь опять не об ученых, а речь идет, как, именно о каноне. Он же может, мог быть, и на древнегреческом языке. Нет, канон мог бы измениться, если бы сейчас были такие просветы в науке, такие бы достижения, все бы ринулись бы получать. Задачка, задачка, как вот этот, как сформировать новый канон. Значит, позиция Сергея Борисовича, она понятная. Если зайца долго бить, он научится курить. То, значит, что можно вот этот канон людям попытаться навязать. Давай я расскажу. Ну, ладно, зачем? Как навязали Финляндию недавно почти. Офигеть. Они исключили все управляющие органы в образовании. Все. То есть, сняли все финансирующие, все деньги отдали учителям, а регулирующее действие на родителей. Вот родители собрались, что решили в школе, все. Зарплаты учителей поднялись высоко, престижнейшая профессия. Вот. И дети довольны, родители довольны, и государство довольное. Это все замечательно, но если сейчас собрать детей, родителей детей, то у них будет образовательный канон такой же, как они здесь выстроились. Ну, все правильно. У них будет два иностранных языка, директор и заучник. Вот так вот можно рассмотреть это. Нет, действительно, если оно так само собой... Нет, я как раз говорю, что хорошо. Это естественный, естественный процент. Что вот такое вот эта вещь. Ни математика, ни естественной науки не нужны. География нужна в простых ващах, и все остальное надо есть извозчики, то есть таксисты. О, кстати, обратил внимание, появились новое количество водителей в городе. Новое поколение выросло. Которые не узнают города, не умеют его ездить, кроме как по навигатору в смартфоне. Ну, просто вот реально не знают, куда ехать, ничего. Они берут, набирают место в смартфоне, и он, и навигатор их ведет по городу. Правда, наберут везде. Что, вокруг опять же в этом? Хорошо, я просто рассказываю. Смотри, надо на это смотреть, как на некую реальность. Я просто рассказываю, что это такое. На некую реальность, причем она должна быть естественной. Если она естественная, то, слава богу. Я это и говорю. Я это и говорю, поэтому я вот этих двух девчонок здесь... Все. Вот, языки. Свинья из гуманитарной физкультуры, шарман шейфом, русский язык. Все, что нас ждет. Да, и эстетика вот здесь посередине. А, то есть, промышленность там не нужна, получается. Причем промышленность там не нужна. Промышленность там тоже нужна. Ну, потом их ты доучишь. Кого-нибудь возьмешь и доучишь. Да, это просто способ, каким мышлением будет поставлен. Да, просто вечером. Их людей будет, конечно, труднее научить математике и физике. Понятно. Их будет очень мало. Но их меньше нужно гораздо. Вот если посмотреть будущее автоматизированное производство... Сколько там инженеров нужно? Смотря какое производство. Нет, любое производство. Ребята, не будет египетарно. И системная инженерия, она активна на то, что... Говорим же не будет египетарно, мы говорим о канонах. Мы ее целиком встраиваем. Мы не строим каждый завод магнитку с нуля и все вот налаживаем здесь на месте. Есть готовые решения, которые примутся и разворачиваются. А для этого нужно буквально в десятки раз, в сотни раз меньше инженеров. Вот Александр Привалов, это шеф журнала «Эксперт», он как раз говорит, что канон, естественно, научный, я так утрировал очень сильно, плохой был. А классический канон на древнегреческом и латыни хороший. Почему он говорит? А потому что находятся способные дети, говорит Привалов, которые вот так учебник провистали, с физикой и математикой все разобрались, им больше ничего не нужно. А с латыни, древнегреческим ты так не поступишь, ты его забрить должен, ты будешь с жопой на это сидеть и слова эти выучивать. Вот так он говорит. Поэтому он говорит, что классический гимназический канон, гимназический канон 19 века, да? Гимназический канон, в этом случае, чем советский. Вот его аргументы. Если тоже трудно не согласиться, потому что кто знает, чего нужно? Память хорошую, язык развивает. Опять же, я сказал, что прочитал недавно сравнение. Кто-то рассказывал, сравнивал наших студентов, американских, там и там. Он говорит, что наши, в принципе, вайтуггейер, сообразительные. Интересуются, действительно интересуются. Но, говорит, неработоспособные. То есть они до 90% приходят на занятия не готовы. Сидят, дракон, и вот только в сессию быстро-быстро сдают. А там, говорит, в Штатах, 100% готовность. И вот так вот зубрят, учат, сдают. Они могут там не понимать что-то, но они должны знать. Вот. И получается результат. А у нас, ну да, ленивые. Ну это тоже, по-моему... Нет, ну это, как бы я, что человек рассказал, то рассказал. Ну и рассказал. Да, но то, что действительно мы ленивые, ну что ж. Ну если мы будем сравнивать с другими странами, наверное, да, мы, конечно же, отстали. А то, что ленивые, это у меня сейчас проскочило, потому что я вчера посмотрел интервью с Эмфирой, который и сказал, что русские ленивые. А рассказывала она про то, что пригласила впервые музыкантов англичан. Ну я бы со своими пахала, и в последние стоки выжимала, они там стонали. А тут приехали англичане, они за 4 часа до меня приходят, на 2 часа позже остаются, и пашут так, что говорят, ой, еще спасибо, что даете нам свободу. То есть я была поражена, как пашут музыканты английские. Ну все Иван дурак на печи у нас егдаются в сказке. Ну нет, это немножко не то. Еще не делает, как бы, да, получает зима. Нет, господа, вполне возможно, что вот этот режим работы, серьезной интеллектуальной деятельности, когда каждый день понемножку... Вот, вот, я и говорю, что учитывал именно это. Да, что он не работает, что работает именно такой, ты 3-4 дня бегаешь, но ничего не делаешь, а потом неделю, неделю, месяц, как все это происходит, интенсивно занимаешься. Вполне возможно, что вот только вот такие вот ситуации бросков, а не только такие возможные интеллектуальные деятельности. Вот я вполне допускаю. Это есть же одна из интересных вещей, почему Петербург на русском культурном поле так невообразимо успешен. Вроде бы Москва, там все вот это. А вот Лурье, он как раз в гуманитарную академию создал, он отвечает очень просто. А говорят о петербуржестве, в столице нет, гораздо менее востребованной на рынке труда. Поэтому у них есть возможность походить, подумать, о чем-то, что-то новое придумать, и они дают больше количества свободного времени. Вполне возможно. А те загружены, те как белка в колесе крутятся москвичи. И поэтому у него и не получается ничего, потому что белка в колесе. А белка только электричество вырабатывает, и орешки ест. Больше ничего. Ну все, хлопаем. Скажите, вот у нас до революции преподавали церковно-славянский язык, да? Зачем его? Это значит из той же оперы как будто древнегреческий, да? Да, это у нас был устойчивый гимназический канон, который был в основе своей поставлен на изучение древних языков. То есть это было латынь и древнегреческий. И к нему еще прилагалось очень много чего другого. Так нет, а латынь, древнегреческий? И церковно-славянский тоже. И церковно-славянский? И церковно-славянский язык, да? Нет, а почему? Еще изучали и современные языки, да? Как обычно французский было. Нет, церковно-славянский вообще говоря никто не изучал. Ну кроме духовных школ. И это была по-своему большая проблема для церкви, потому что церковно-славянский, будучи мертвым языком, его просто никто не понимал. То есть даже не стопроцентно священники понимали то, что они, собственно говоря, произносят. Не то, что говорят про окружающих людей. То есть для 90% населения все это превратилось в некоторую таинственную божественную абракадабру. Но это ладно, это в сторону. Я как бы микроскопическая поправка, все-таки классическое образование, по крайней мере в том изводе, каком оно было в России, там, собственно говоря, математика была. И математика была традиционно неплохая. А там как бы чего не хватало? Там не хватало того, что... Ну то есть просто силы у человека, понятно, не конечны. И когда у тебя есть два мертвых языка плюс парочка современных европейских, у тебя просто... Ну и математика на неплохом уровне. У тебя просто физически нет сил на все остальное. А в реальных училищах там как бы был еще акцент на физику с химией. Вот. И, собственно говоря, после советской власти, после победы советской власти, вот эта модель реальных училищ была признана более как бы здравой. Ну потому что она, повторюсь, по единственной причине, потому что она больше подходила типу экономики. Экономика была индустриальной. Вот и поэтому как бы был выбран вполне удачный вариант на самом-то деле. Другое дело, что... Ну, Игорь, ты это несколько раз говорил, с этим можно только согласиться. Если речь идет о том, чтобы ставить мышление, то здесь нет серебряной пули. То есть нельзя сказать, что только математика делает мышление человека нормальным. Или только физика, или только химия. Это может быть сделано в любой интеллектуальной деятельности. Пусть это будет чтение классиков, пусть это будет, там, я не знаю, химия. Не важно. Здесь как бы мышление ставится только качеством преподавания какой-то дисциплины. Баста. Больше ничего не влияет. Нет, ну мы же говорим, естественно, научное мышление. А быть может, нет. Может быть, только математикой мышление ставят. Может, только математикой ставят. Как? Нет, просто в любой дисциплине, я думаю. Может, на любой дисциплине. Не, просто бы он совсем по-другому вопрос решает, чем, допустим, естественники. Это как бы... Нет, я-то как раз... По-другому, но это что означает? Это не мышление. Я-то как раз убежден. Мы можем здесь английский язык, скажем, там, французский, еще какой-то добавить. Говорите, это новая образовательная канона. Но, тем не менее, я вот убежден, что мышление он ставить не будет. Он официантов будет учить для. Не, мышление будет ставить. Не будет. Другое мышление. А я считаю, что мышление как таковое ставить он не будет, например. Ну, как, как и он, просто знание языка уже ставит мышление. Просто знание естественного языка, безотносительно всяких навыков, уже ставит как-то мышление. Потому что языки, а это мышление, оно присутствует. В языках мышление ставит, собственно говоря, структурная сложность То есть, сложность грамматическая Здесь английский плохой пример, потому что там грамматика на наш вкус несколько упрощенная То есть, она тоже сложная, но в тех местах, в которых в русском языке не существует Но повторюсь, нет никаких проблем непреодолимых Главное, чтобы была структурная сложность Грамматика, грамматическая структура сложна во всех языках В древних языках, она чем еще прекрасна, что она такая, ну так сказать, отвлеченно-абстрактная Они почему и сравниваются сейчас с математикой, потому что это совсем абстракция Латынь не нужна никакому официанту, как и математика не нужна никакому официанту Ну вот, но будучи сложной, структурированной областью, в которой ты можешь потренироваться Оно разобьет мышление в будьте нате Никаких проблем я тут не вижу, честно сказать Нет, не разобьет мышление в любом случае, а если просто умение говорить, уже развивает мышление Вопрос в том, какое мышление, на что это мышление сможет делать, на что его можно будет уставить Просто естественно-ночное мышление, оно более эффективное, оно стремится получить результат А гуманитарное мышление никакого результата здесь не надо Гуманитарное мышление это своего рода красота Это тоже своего рода результат Вот смотрите, один из людей, который, собственно говоря, сделал современный мир таким, как он сейчас выглядит Стив Джобс Он известное дело, он был недоучкой И то есть он там закончил ходить на занятия, по-моему, в конце первого курса университета На втором он еще типа тусовался в кампусе Но уже так ходил, может быть, на один-два предмета На каллиграфию Да, и известная история, да, что он сам потом говорил, что то, что повлияло на меня в большей степени курсы по каллиграфии Нет, он-то говорил, что больше всего на ЛСД повлияло, конечно Ну, ЛСД, понятно, надо вообще Но если говорить вот о каких-то интеллектуальных занятиях, а так-то понятно Он больше не интеллектуальный человек Все-таки не интеллект, что он видит, в котором... Но, но, этот человек, этот человек, ставший во главе команды инженеров Конечно, он без инженеров не сделал бы ничего Но он стоял во главе команды инженеров И он создал вот этот мир, какой он сейчас есть Понимаете? Вот со своей любовью к каллиграфии Поэтому бессмысленно говорить, что только математики молодцы, потому что они умеют то-то Или там только гуманитарии молодцы и умеют то-то Должно быть и то, и другое Но мышление развивается, если говорить неутилитарно, как все время призывает Игорь То тогда надо сказать, что мышление развивается и таким, и другим способом Да, это разное мышление Ну и что? Ну, как бы, вся и прелесть-то мира в том, что, как бы, получается сочетание вот этих разных вещей А не то, что будут одни математики Бывает, даже музыка развивает Да, почему нет, да? Обязательно, вот, например, во всех Канон, вот, современный британский, он подразумевает театр, обязательно для всех Игру хотя бы на одном музыкальном инструменте Вот такой образовательный канон Казалось бы, я много знаком с молодыми людьми, которые вот только музыкой занимались То есть, что наши 10 лет, как ли, чему там учатся, в принципе, да? Но, в принципе, в принципе, умеют мыслить все равно То есть, при этом, вот, целыми днями тарабанили или пилили Это говорит о том, что мышление научается независимо от образования Вот ты язык знаешь и научаешься, вот и все Кто только об этом говорит Да, ну что, все, да? Да, хотя есть инструменты, которые не совмещены вот эти Да, хорошо, Райка Ну, привет, Райка А мне как...